Насколько образовательные организации готовы к новому учебному году? Количество детей, которые будут ходить в школу во вторую смену, увеличилось почти 22%. Связано это и с ремонтом учреждений, и с большим количеством учеников, рассказывают специалисты. Эксперты планируют ликвидировать вторую смену с помощью строительства новых образовательных организаций. Школы полностью обеспечены учебниками за счет средств областного бюджета. Горячее питание на Коломе получают 90% организаций. Кроме того, действует набор и в учреждения дополнительного образования. Будут и нововведения. Что нового предусмотрено в этом году в части доп. образования, это создание регионального модельного центра на базе Института развития образования, который будет заниматься персонифицированным учетом всех детей, которые находятся и посещают учреждения доп. образования. Начиная с сентября месяца можно будет зачистить ребенка в учреждения доп. образования теперь с помощью электронного сертификата. И каждый родитель будет обладателем такого сертификата. Но единственное, что это, так скажем, нововведение на уровне Российской Федерации для Магаданской области, оно, понятное дело, актуально. Оно позволяет нам учитывать каждого ребенка. Но актуальнее оно в тех регионах, где есть учреждения дополнительного образования платные. У нас все дополнительное образование за счет средств муниципального и областного бюджета. Строительство этого парка Дюкча находится на личном контроле мэра Магадана. По словам Юрия Гришина, губернатор региона сказал, что нужно активнее помогать для того, чтобы быстрее достроили парк. Таким образом, подрядчик получил помощь из-за особой экономической зоны в сумме 100 миллионов рублей. В недалеком будущем здесь появится непосредственно зона отдыха, а также ресторан и эко-отель с видом на море. Уже сейчас можно увидеть начало будущего этнопарка. Ну, это вот как на любой стройке, подготовительной работы их не видно. А вот когда уже подготовка прошла, начинается уже то, что все видят. Соответственно, сейчас вот у нас почти 5 километров бордюра закуплено. Вы не представляете, со Вьетнама привезен в бордюр вот этот гранит, ну, потому что нету на производстве его по факту. Наши логисты все просчитывали. Самый быстрый вариант получился с Вьетнама. На самом деле, на самом деле, очень много материалов приобретается с Европы. И там тоже сроки. Глобально сроки. Везде сроки. Приходится все толкать, пинать. Потому что вот эта вот тенденция, то, что сейчас все привыкли на коронавирус и так далее, на пандемию. Вот пока не пихнешь, ничего не ездит. И вот все надо пихать. Поэтому даже сейчас стоит у нас там несколько машин, которые будут загружаться, ждут загрузки. Мы как бы сидим просто в режиме ожидания. Напомним, парк будет располагаться на левом берегу устья реки Дугча, недалеко от зоны отдыха Горняк, где традиционно проходят различные мероприятия. День рыбака, фестиваль Старательный фарт, Хэбденек и другие. В Магадане продолжаются работы по благоустройству. Чтобы сделать город более комфортным и привлекательным для проживания, сотрудники коммунальных служб ежедневно прикладывают к этому немало усилий. Так, помимо наведения санитарного порядка и благоустроительных работ, сотрудники комбината зеленого хозяйства отвечают и за эстетический вид городских улиц. Одной из важных составляющих служат работы по покосу травы на газонах областного центра. Несмотря на погодные условия, сотрудники нашего учреждения продолжают комплекс работ по наведению санитарного порядка и благоустройству нашего города. В том числе учреждением продолжается покос травы. Значительные объемы, которые выпадают на долю, в долю ответственности комбината зеленого хозяйства, а это примерно 1 миллион 200 тысяч квадратных метров территорий, которые подлежат покосу сотрудниками учреждения, уже продолжается работа где-то по второму разу, а где-то по третьему. План, который возложен на наше учреждение, это минимум два раза за год произвести покос территорий, которые у нас возложены. Чем мы занимаемся с 1 июля по достижению травяного покрова нормативной высоты до 15 сантиметров. В первую очередь покосу подлежат скверы, зоны отдыха и улично-дорожная сеть. В рамках не только санитарных требований, но и безопасности дорожного движения на участках между дорогой и тротуаром, выездов со дворов на перекрестках, где не должно быть помех для обзора. Сотрудников на покосе травы в городе задействовано от 10 до 25 человек единомоментно. Это кто непосредственно косит травой, бензотриммерами, газонокосилкой. Это те, кто собирает ее в кучку, грузит на автомобиле и, соответственно, наши водители, которые ее вывозят для утилизации. Ежедневный покос травы на городских газонах происходит не случайно. Этому служат ряд факторов и обоснований, а также четко прописанные правила и требования законодательства, которые коммунальщики обязаны исполнять вне зависимости от различных убеждений и капризов некоторых граждан. Существует законодательный документ, как правило создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ. Согласно этому документу, работники ЖКХ должны осуществлять уход за зелеными насаждениями в городе. В эти правила также входит покос травы на газонах. Также покос необходим по существующим правилам благоустройства и экологии. Трава, достигшая высоты 15 см, должна быть срезана. Существуют и требования пожарной безопасности. Согласно им, покос должен осуществляться для недопущения сухостоя и возможности дальнейшего его возгорания. Согласно различным ГОСТам по содержанию автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий, а также правилам безопасности дорожного движения, покос травы обязан производиться на территории, прилегающей к дорожной части, примерно до 15 метров. Так как запущенная растительность создает угрозу жизни и здоровью граждан, особенно на перекрестках с ограниченной видимостью. Но все же для города главная эстетика. Подстриженные и красивые газоны придают ему ухоженный вид. Президент России подписал указ о единовременной денежной выплате пенсионерам. Ее сумма 10 тысяч рублей. Это мера социальной поддержки, которая предназначена для граждан, постоянно проживающих в стране, а также для тех, которые по состоянию на 31 августа 2021 года являются получателями пенсий, выплата которых производится пенсионным фондом. Выплату предоставит ПФР в беззаявительном порядке в сентябре 2021 года на основании имеющихся данных. На Колыме такое пособие получат 43 тысячи пенсионеров. В новом жилом комплексе «Гороховое поле» для жильцов аварийных домов в Магадане будет выделено около 70 тысяч квадратных метров. Всего 1569 квартир. Первый этап строительства предусматривает 444 квартиры, которые пойдут на аренду жилья для сотрудников бюджетных сфер. Его планируют завершить к сентябрю 2023 года. Кроме этого, второй этап строительства собираются закончить к декабрю того же года. Сейчас проектная документация находится в главгосэкспертизе, где она проходит оценку. Более этого, в шоуруме ЖК «Гороховое поле» построили макет всего комплекса и спроектировали одну, двух и трехкомнатные квартиры, которые будут непосредственно в новом районе. Также в данном жилом комплексе будет активно развита инфраструктура, детский сад, школа, два торговых центра, досуговые центры и многое другое. Тем не менее, у колымчан до сих пор остается вопрос, как можно строить дома на болотистой местности. В рамках подготовки проектной документации проведено все необходимые мероприятия по геологической, геодезических изысканиях. Проведена масштабная работа по архитектурно-планировочным решениям, которые должны оптимально сказаться на качестве и стоимости жилья. Сейчас проект, как я говорил, уже находится в главгосэкспертизе. Это самая экспертная организация в России. Ее заключение будет означать, что весь проект будет соответствовать всем требованиям, которые появляются на данный момент к жилому строительству. Вечернему Магадану сообщили, что продажа квартир не предоставляется, так как это полностью социальные дома. Однако квартиры на продажу все-таки появятся. Но точный год никто сообщить не смог. Единственное, что известно, так это то, что не раньше 25-го года у магаданцев появится возможность приобрести жилье в новом современном жилом комплексе.